Икона Божьей Матери Умиления Лакотска вновь принесена в Беларусь. Это единственная в мире двухсторонняя мироточивая икона. На ее обратной стороне проявился нерукотворный образ Божьей Матери, на котором просматривается изображение Спасителя на Туринской плащанице. В каких храмах Белорусской Православной Церкви можно будет помолиться у святыни, узнаем в сюжете наших минских корреспондентов. Образ Божьей Матери Умиления – любимая икона преподобного Серафима Саровского. В 1994 году жительница поселка Локоть Брянской области приобрела копию этого образа в местном магазине. Просроченный календарь с ликом Пресвятой Богородицы. Женщина купила его, чтобы не допустить осквернения святого образа. Принесла домой и поставила дома как икону. Спустя время образ стал благоухать и замироточил. С мужем они решили поставить чудотворный образ в рамку. И, перевернув его, увидели, что с другой стороны проступил лик Божьей Матери. Локотская икона – единственная в мире двусторонняя мироточивая икона. На обратной стороне иконы проявился нерукотворный образ Божьей Матери, на котором еще просматривается лик Спасителя, как на Туринской плащанице. Само по себе это изображение очень необычное, ведь она его здесь изобразила вниз головой. Ну, так каждая мать носит ребенка. Он вниз головой по человеческому естеству. Может быть, поэтому среди всех многочисленных случаев исцеления от иконы она особенно помогает бесплодным женщинам. И, может быть, еще поэтому эту икону иногда называют женской. Иконе сделали двустороннюю ризу. Причем, с другой стороны, эта риза следует рисунку проступившего образа. Впервые икона Божьей Матери Умиления Локотская пребывала на территории Беларуси в 2005 году в рамках крестного хода, потом в 2015 и 2022. По просьбам верующих образ вновь доставлен в Беларусь. Встретили святыню в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба города Борисова. Я перед иконой уже 20 лет и знаю, что Матерь Божия в образе этой иконы всегда приходит в нужное место, в нужное время. По молитвам перед образом Божьей Матери Умиления Локотская люди во множестве получают исцеление и благодатную помощь. Этой иконе Господь дал особые, сугубые дары. Она будет притягивать к себе людей. Бесплодные женщины, помолившись перед иконой, будут рожать здоровых детей, будет исцелять раковых больных, будет помогать находить без вести пропавших людей. Это вторая беременность. Первая беременность у нас закончилась, к сожалению, неудачно. Но вот произошло чудо, то есть перед второй беременностью мы молились перед иконой. И поскольку мы боялись, что у нас может быть с мужем конфликт резусов, поскольку не было необходимости медицинского лечения по окончанию первой беременности, во время второй беременности, видно, по молитвам Богородицы, выяснилось, что у мужа отрицательный резус. То есть всю жизнь у него был положительный. Зять пошел и пересдал. Он пересдал анализ крови в другом медицинском центре. И там сказали, что у него отрицательный резус-фактор. И мне дочь говорит, мама, ну как такое может быть? Я говорю, дочь, я не знаю, как такое может быть, но все по воле Божьей. Икона Божьей Матери Умиления Локотская большую часть времени пребывает в пути. В течение апреля образ будет пребывать сначала в Борисоглебском храме в городе Борисов Минской области, затем в храмах святого архангела Михаила, агрогородка Лошница Борисовского района, святителя Николая Чудотворца города Логойска. Далее ожидается, что святыня будет пребывать в пределах Минской епархии. Информационный портал Собор Бай для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова